Приветствую вас. Вы знаете, как показывает моя практика и опыт, думать по-другому нужно учиться. Думать по-другому нужно именно обучаться, то есть этот навык приобретается. Для того, чтобы думать по-другому, нужно напомнить себе законы логики, оперировать законами логики. И, собственно, с помощью собеседника, в данном случае с помощью психолога, ставить себя в непривычные для себя ситуации. И, собственно, мыслить именно уже в другом контексте. То есть не получится так вот за один ответ вас научить думать по-другому. Нужно время, потому что вы привыкли думать одним образом. И чтобы думать по-другому, нужно время, нужен собеседник, нужна обратная связь. Вот. Это первое. Второе. Вы пишете, что вы генерируете негатив, а вы пишете, что вы подпитываетесь негативом. Вот. Кстати, интересно было бы узнать, как именно вы подпитываетесь негативом. То есть вот именно, именно подпитка негативом, как происходит. То есть что вы получаете позитивного от негатива. Это мне напомнило, знаете как? Мне напомнило силу из одной фантастической, фэнтезийной книги. И там, ну может быть даже приведем более популярный пример. Это Звездные войны. Там есть, значит, темный джедай, да, и светлый джедай. То есть темная сторона силы и светлая сторона силы. И в принципе эти две стороны, да, их объединяет только то, что они, как бы, свои цели ставят обретение силы. Но, различает их то, что разная цена за силу, то есть разная стоимость обретения силы. Это первое. И второе, это разный побочный эффект. То есть человек по-разному раскладывается за приобретение своей силы. А получается, в принципе, одно и то же. Еще, насколько я помню, разница в объеме силы, да. Так вот у вас происходит то же самое. То есть за вашим желанием генерировать негатив, за вашей попредностью генерировать негатив, и это именно попредность, стоит, в общем-то, адекватное, адекватное желание, адекватная попредность, ну, в чем-то. В чем, конечно, я не знаю, потому что это можно только предполагать, ибо как бы мы с вами не работали, и, соответственно, сейчас говорить о том, что именно является вашей потребностью, ну, мне кажется, было бы диким-диким психоанализом, вот, и не заниматься диким-диким психоанализом, я бы не хотел. Поэтому, поэтому, первое, что нужно понять, это то, что за вашим желанием генерировать негатив, стоит вполне себе адекватная потребность, вот. и эта потребность, она, в общем-то, имеет право на существование, и эта потребность, она, в общем-то, вполне себе обрадана, обрадана, что это она должна быть, вот. Но удовлетворяйте вы ее привычным для себя способом, именно привычным, некорректным, не оптимальным, а привычным. То есть, так, как вам кажется правильным, так, как вас научили. И по-другому делать, по-другому делать, вы не умеете. Может быть, хотели бы, но не умеете. И вот здесь и кроется момент, да, что кто-то вас научил добиваться, ну, добиваться или, может быть, достигать того, что вам нужно определенным образом. кто-то вас, кто-то вас научил, у кого-то вы научились. Но, давайте подумаем, у кого вы научились. Могли научиться вы только у своих родителей. Больше ни у кого именно родители научили вас генерировать негатив и таким образом получать какой-то, какой-то результат на этом. Да, позитивный, позитивный. Вот. Не исключено, что они делали это неосознанно. Не исключено, что они делали это не желая. Делали это не желая того. Но делаем. Вот. Так что здесь нужно менять именно привычные модели поведения. Вот. А это все же уходят корнями, как правило, в детстве или в социально значимые события в вашей жизни. Вот. И соответственно, до тех пор, пока не будут разобраны они, вас это будет за собой тянуть, тянуть. вы будете тянуть за собой привычные модели поведения. Поведение. Вот. Даже вы, вы уже, может быть, даже не будете этого хотеть, все равно все равно будет это происходить. Вот. Дальше. Что хочется сказать. Вы делаете это, вы генерируете свои, ну, генерируете негативы. Не ради негатива, как такового, а ради обвинения. То есть, обвинение себя, раскаивание, по сути, это то, что вам нужно, то, чего вы хотите. Как правило, обвинение и раскаивание есть проявление любви. То есть, это вот такая история, когда человек вот он себя обвиняет, да, и он таким образом дает себе внимание. Он таким образом дает себе ну, любовь, как он думает. На мой взгляд, на мой взгляд, а так делаете вы, на мой взгляд. таким образом вы пытаетесь дать себе любовь. И поэтому от этого зависит. То есть, похвалить себя за что-то, да, поощрить себя, нет, вы этого сделать не можете. Ну, по ряду причин. Не будем, не будем сейчас, да, говорить о том, какие-то причины. Да, просто, вот, просто не можете. Но, тем не менее, любви, любви-то хочется. Хочется любви, хочется заботы, хочется внимания. Вот. и вы используете единственный для себя способ. Вы используете единственный для себя способ. Этот единственный способ и представляет из себя негатив с последующим обвинением. Вот. Понимаете? То есть, обвинение вам для чего-то нужно. вот до тех пор, до тех пор, пока вы сами для себя вместе с психологом вот это, вот это, вот это, вот это обвинение себя не раскроете, ну, это будет продолжаться. И весь негатив, который вы гонируете, также будет продолжаться. потому что без него, без негатива, вы вообще останетесь без внимания к себе, вы вообще останетесь без любви к себе, вы вообще останетесь без заботы о себе. Понимаете? Вот. Здесь очень хорошо помог бы, помог бы транзакт нормальный сей работой с чувствами. а также моделирование. То есть вот представьте себе, да, просто представьте. Представьте себе, что вы вышли скажем, из дома, вода, вот, и вы значит выйдете электричку. Вот. Вы выйдете электричку, и вы знаете, что он, к примеру, сейчас вы в нее сядете, да, сейчас вы в нее зайдете, а нам будет человек, от которого будет неприятно пахнуть, к примеру. что вы будете соответственно делать, как вы будете себя вести, что будете думать, что будете говорить, как будете действовать. Реализируйте это все. Представьте себе, проанализируйте свои ощущения в этот момент, да, и спросите, спросите себя, себя, а вы ли поступаете так, вы ли это, когда он так делает, это ваш свободный выбор, так поступать, а как бы вы поступили по-другому, как бы вы могли поступить по-другому, а когда вы так поступаете, что для вас это значит, что вы ощущаете, что вы хотите, когда вы поступаете вот так как поступаете сейчас, да, вот, то есть я думаю, что на первое время вам этого будет достаточно, то есть подобное моделирование вам поможет, да, оно поможет вам лучше контролировать то, что вы делаете, это первое, второе, смотрите, что такое негатив, да, ну, в вашем случае, в вашем случае негатив это невозможность, точнее, возможность, по вашему мнению, да, кого-то судить, то есть вы считаете для себя допустимым кого-то обсуждать, вы считаете для себя недопустимым, в свою очередь, да, ну, какие-то слабости у человека, вы считаете, что у человека не должно быть слабости, наверное, вот, все почему, да, потому что в избе много чего не позволяется, вы не принимаете свою слабость, возможно, вы не принимаете слабость других людей, возможно, вот, вероятно, у нас есть перфекцион, ну, признаки перфекционизма, хотя, безусловно, это не факт, да, и с этим нужно разбираться, может быть, я не прав, но, так или иначе, необходимо перестать думать, что вы особенный, необходимо перестать думать, что вы особенный, необходимо начинать думать, что вы такой же, что вы такой же, как все другие люди, вот, что вы ничем не отличаетесь, не отличаетесь, это такой момент, а следующий момент, который обязательно нужно продемонстрировать, это момент реализации, да, то есть, почему вас это все волнует, ну, волнует то, что кто-то там что-то сделал, кого-то там не очень хорошо пахнет, да, вот, и так далее, то есть, почему вас это беспокоит, а вас это беспокоит по одной простой причине, что у вас есть время об этом беспокоится, то есть, у вас есть время, у вас есть возможность, а возможности времени у вас беспокоится об этом не потому, что ресурсы ваши не задействованы, что вполне вероятно, что вы не реализуете себя, как, ну, как творческая личность, вот, возможно, у вас нет любимого дела, где бы вы могли бы, к примеру, развиваться, где бы вы могли, к примеру, чувствовать себя, ну, постоянно в движении, постоянно в развитии, вот, и так далее, понимаете, какая история, именно от нереализованности возникают подобные мысли, и именно от нереализованности, возникают подобные мысли у вас, потому что у реализующего этого человека, да, у него просто нет времени на это, у него просто нет времени на это, у него куча других дел, есть ли такие дела у вас, мне кажется, что нет, хотя, еще раз, повторю, то, что я не истинно последний шанс, я не знаю, не знаю вас, я с вами не работал, вот, информации об этом у меня нет, что это, ну, информации о том, насколько я прав, да, у меня этой информации нет, вот, но, скорее всего, что-то обстоит именно так, и, на это тоже вам стоит обратить внимание, то есть, подобный негатив, это неудовлетворенность, это в первую очередь неудовлетворенность собой, это в первую очередь нереализованные ваши желания, например, те же желания, допустим, в любви и во внимании к себе, да, которых вы, недополучили в детстве, ну, и так далее, оперирование законами логики, логики, как я уже говорил, как я уже сказал, да, определенные умозаключения, 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 и так далее, вот, и все это, ну, все вот эти три основных проблемных сферы, как мне видится, все они прорабатываются разными методами, вот, к примеру, к примеру, любовь, внимание, это транслякный анализ, мышление, это рациональная терапия, 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 удовлетворенность собой, это когнитивная терапия, допустим, вот, ну, допустим, как шеф, просто на скидку, как вариант, да, вот, обратите внимание на свою позицию по отношению к другим людям и по отношению к миру, к миру, это позиция жертвы, то есть, вы себя чувствуете жертвой, вот, в том, что происходит, жертва, это человек, ну, давайте скажем проще, да, это субъект, который не чувствует себя хозяином своей жизни, это субъект, который не берет ответственность, то есть, к примеру, да, вот, к примеру, простой, очень простой, на мой взгляд, пример, можно привести, вот, а вы, допустим, ну, переживаете по поводу того, что вот, в общественном браке, да, люди, от людей есть неприятный запах, вы переживаете об этом, и казалось, казалось бы, казалось бы, ну, ведь это действительно неприятно, да, что вы можете с этим сделать? К примеру, вы можете там, допустим, не ездить, не ездить в общественном транспорте, к примеру, а ездить там только на личном, то есть, купить себе там машину, машину, или зарабатывать столько, чтобы можно было бы оплачивать там что же такси, к примеру, и так далее, вот, либо работать там на дому, либо там что-то еще, но вы ничего не делаете, например, вы предпочитаете просто каждый раз снова и снова в этой ситуации оказываться, вот, возьмите ответственность за себя, возьмите ответственность на себя за свою жизнь, вот, знаете, вот, если бы можно было описать, то, как вам чувствуется жизнь, то, как вы чувствуете жизнь, если бы можно было описать. Можно было бы сказать, можно сказать, что это временно, то есть, вы как бы, ну, чувствуете, что все это временно, что вы не чувствуете себя Я именно живущий, вот именно что вы живёте, именно что вы живёте здесь и сейчас, вы не чувствуете ощущение как будто всё это времени. Такое вот ощущение. Можно ли так сказать? Я с большей долей вероятности уверен, что да. Ну, это зависит, конечно, от вашей честности, но тем не менее, тем не менее. Вот. А нужно, чтобы это было не временно, нужно, чтобы ощущение было, что это не временно, что я здесь и сейчас я занимаюсь этим делом, я хочу, чтобы так было всегда. Знаете? Это вот вам цель, это вам ориентир такой. Вот. Пожалуй, на этом можно закончить, я уже довольно много вам дал информации, да, как я уже сказал, научить мышление можно только в непосредственной работе и только при вашем желании. Думать, начать думать по-другому. Понимаете? Эта цель, эта задача, которая заведомо является очень сложной. А значит, мотивацией ею заниматься, мотивацией заниматься. У нас не будет, скорее всего. Понимаете? Цель должна быть более выполнимой. На самом деле. Цель должна быть более выполнимой. Цель должна быть более реализуемой. Понимаете? Тем более реальной, чтобы вы видели, что вот да, вот вот эта цель, вот я ее действительно могу вот выполнить. Я действительно могу, ну, что-то сделать, да, и действительно смогу, значит, ну, что-то сделать. Понимаете? Вот. А так, если я могу представить, что вы находитесь в состоянии отчаяния, да, например, и вот вы понимаете, что вам нужно думать по-другому, вот вы говорите, а как мне начать думать по-другому, не понимая, понимая, а при этом в глубине души понимая, что это почти невыполнимая задача сейчас. И тем более это невыполнимая задача через формат этого общения, которое вы выбрали, да, вопрос-вопрос, ответ. И вы это понимаете. И все люди, все люди, все понимают, что это, ну, это невыполнимо на данный момент. А что выполнимо на данный момент, да? Что выполнимо? Ну, на данный момент выполнимо, например, найти ваши противоречия, допустим. На данный момент найти ваши логические ошибки. На данный момент найти точки, где вы действуете не по своей воле, к примеру. Вот это, это реально. На данный момент, посмотрите, в чем вы не удовлетворены, к примеру, да, вот это реально, здесь, здесь и сейчас, это реально, и из всего этого, из, казалось бы, несовместимых таких и таких частей, да, частей, которые совсем не относятся к делу, и получится однажды, что мыслить вы начнете по-другому. Но это не произойдет так, что вот вы поняли, оу, оу, я начал мыслить по-другому, нет, так не будет, вы просто незаметно к этому придете. Это вот и все, это я к тому, что не нужно ждать результата вот именно такого, да, вот, вообще нужно работать в том, что вызывает как бы живой интерес, вот, то, что действительно цепляет, к примеру. Ну вот, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, что мой ответ дал вам пищу для размышлений, надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы, вот. Я вам желаю, чтобы вы все-таки ставили для себя адекватные цели, вот. Если у вас остались вопросы, какие-то дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.